Последние дни лета по-особенному теплые для тех, кто уже с 1 сентября приступит к учебе. По подсчетам Горсовета в новом учебном году будут получать знания 110 тысяч детей. По словам Елены Буйневич, это на 3100 школьников больше, чем в прошлом году. В городе также будут работать 198 инклюзивных классов. А вот касаемо наполненности классов, то этой нормы придерживаться крайне сложно. У нас есть школы, где 12 детей в классе. До речи, хорошие школы, ремонтированные с гарными фаховцами. Просто они расположены, размещены в приватных секторах, где нет великих домов. А есть заклады до 36-38 детей в классе. Это, конечно, есть порушение санитарного регламента. Но даже когда выходят санитарный регламент, мы уже тогда открыто говорили, что мы не сможем выполнять его нормы. И до открытия новых школ наполненность классов будет вот такой, которая порушает нормативные требования. На случай ухудшения эпид-ситуации вступят в силу особые рабочие условия. Там, где все учителя будут вакцинированы, продолжится образовательный процесс. Для тех, кто решит воздержаться от иммунизации, работа будет проходить в онлайн-формате. Однако, несмотря на зеленую зону, которая установлена сейчас в регионе, от традиционных линеек все-таки придется воздержаться. В городском департаменте образования на этот счет свои размышления. Особисто моя думка, я бы максимально незалежно от пандемии позбивалася традиції лінійок першого и останнего дзвоника. По простій причине у нас дуже спекотно. Тобто, щоразу, коли в нас проводятся такие лінійки, щоразу відбуваются какие-то події, связанные с тем, что кому-то стало зле. Мне кажется, это давно нужно заменить на какие-то интерактивные игры, на развязательные заходы, которые связаны с этой школой.